Мастер и Маргарита Как известно, крупноисторические события нередко окружены множеством мифов и легенд. Не стало исключением в этом смысле и битва за Берлин, которая положила конец Третьему рейху в 1945 году. Существует ряд версий, как происходило это сражение. Существует стереотипная версия, как развивалась битва за Берлин. Но, тем не менее, множество аспектов этой битвы неизвестны по сей день. Неизвестная битва за Берлин. У меня сегодня в гостях историки Алексей Исаев и Илья Мощанский. Здравствуйте, господа. Алексей Исаев, выпускник факультета кибернетики Московского инженерно-физического института. Историк-любитель, исследователь. Работал в Российском государственном военном архиве и Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации. Автор книг «Антисуворов. Наступление маршала Шапошникова. И когда внезапности уже не было». Илья Мощанский, выпускник военно-психологического факультета военного университета и адъюнктуры военного университета. Редактор издательства «Веча». Автор более 70 книг, посвященных Второй мировой войне, в том числе трех, посвященных взятию Берлина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существует такая трафаретная схема битвы за Берлин. Вошли, сразились, взяли Рейхстаг, подняли красный флаг на верхушке Рейхстага и победили. И расписали Рейхстаг в граффити. Вот. Обычная школьная схема. Что, казалось бы, может быть неизвестного в этом сражении? Неизвестно, например, это воздушное сражение за Берлин, поскольку считается, что германская авиация благополучно почила в Бозе к апреле 1945 года. На самом деле это не так. Немцы собрали в 6-м воздушном флоте на берлинском направлении почти полторы тысячи самолетов. Плюс еще в резерве у них был воздушный флот Рейх. Это еще 300 одномоторных истребителей, включая примерно 70, а то и сотню новейших МИД-262. Это ПВОшники. Да, это ПВО Рейха, но тем не менее она активно использовала, в том числе и в качестве штурмовиков. И для характеристики битвы за Берлин и воздушного сражения можно привести слова из отчета зенитчиков Первого Белорусского фронта, которые сказали, что мы по количеству сбитых немецких самолетов и по количеству расстрелянных боеприпасов за одну берлинскую операцию, то есть 16 апреля по 2 мая, можно сказать, две недели, чуть больше двух недель, сравнимо расстреляли со всем 44-м годом. А 44-й год это и Багратион, и сражение в начале года в Белоруссии. То есть за две недели, целый год. И, в общем-то, нельзя сказать, что они сильно преувеличивали. Так что воздушная битва, она была достаточно интенсивной, и немцы всерьез попытались дать бой. В том числе использовали так называемое вундерваффе, чудо-оружие, когда они пытались атаковать переправы через одер советские, во-первых, самолетами-смертниками. Это достоверно подтвержденные немцами факты. Результаты, правда, неизвестны этих атак, но считается, что вроде бы ни одной переправы эти смертники не разрушили. И еще атаковали самолетами-расцепками типа «Мистель», когда на спине бомбардировщика Ю-88 цеплялся истребитель, бомбардировщик нагружался большим количеством взрывчатки, вот эта масса должна была быть сброшена, самолет бомбардировщик, и атаковать какую-либо цель на земле. Опять же, эти самолеты используют для атак переправ, но практически безрезультатно. В воздухе, в общем, что-то происходило. Да, и что интересно, вот новейший самолет, реактивный МИ-262, создали проблем с советским зенитчиком необычного свойства. Они летали слишком быстро, и стандартные упреждения не работали. Когда армия «Рыбалка», которая пыталась пробиться к Берлину с юга, на нее по приказу фюрера бросили вот эти ПВОшные реактивные «Мессершмитты», и зенитчики растерялись. Самолеты атаковали с такими скоростями, что по ним постоянно промахивались. И в Берлине, когда буквально в предпоследний день штурма войска 5-й ударной армии были атакованы, опять же, «Мессершмиттами», понадобилось расстрелять 6 тысяч снарядов, прежде чем смогли сбить всего 4 самолета. Ну, надо сказать, что 262-й был очень серьезной машиной. Это для зрителей 4 30-миллиметровых пушки и различная подвеска. Это могли быть бомбы, могли быть ракеты, которые вешались под крыльями разных калибров. В общем, головной боли они могли доставить изрядно. «Мессершмитт-262» — немецкий реактивный истребитель, бомбардировщик и самолет-разведчик времен Второй мировой войны. Является первым в мире серийным реактивным самолетом и первым в мире реактивным самолетом, участвовавшим в боевых действиях. «Мессершмитт-262» был вооружен четырьмя 30-миллиметровыми пушками МК-108 в носовой части. Атаки вот эти они были, что самое неожиданное, это происходило даже в боях за город. И советские как зенитчики, так и истребители отчитывались о самолетах, которые они сбили уже в черте города, над городом. И в том числе в кадрах разрушенного Берлина я снимал фотографий разбитых самолетов уже опять же в черте города, в местах достаточно плотной застройки. Интересно, что в мемуарах наших летчиков практически ничего не говорится о воздушных сражениях за Берлин. Как-то вот, ну, за исключением, конечно, эпизода, когда Кожедуб сбил 262-й. Но это было где-то в феврале, на самом деле. Это было еще до, собственно, штурма германской столицы. Да, ну, тем не менее, вот как бы так. Вот само взятие города, оно планировалось тщательно, время было. То есть в феврале не стали нападать, было, соответственно, время, чтобы спланировать. Ну, к сожалению, время-то оно было теоретически, но практически получилось так, что резко изменилась обстановка на Западном фронте, и операция планировалась очень быстрыми темпами. То есть в конце марта у Жукова уже было два плана, там, А и Б, с захватом дополнительного плацдарма под Франкфуртом на Одере. И это все пришлось отбросить и в достаточно быстром темпе готовиться к битве за Берлин, поскольку американские танки шли так быстро, что они были на Эльбио еще до того, как началась берлинская операция. Поэтому готовились, конечно, не в спешке, время было, но очень быстрыми темпами, и в том числе с участием Первого украинского фронта Конева, которого фактически сняли из Силезии и спешным порядком бросили под Берлин именно участвовать в сражении за германскую столицу. Тут присутствует, насколько я понимаю, в значительной мере политический аспект. Да, безусловно. То есть определенная гонка, потому что в свое время Монгомери просил у Эйзенхауэра немножко дивизий, чтобы ринуться на Берлин. Эйзенхауэр ему этого не дал. И, казалось бы, существует некий политез или разграничение, что ли, полномочий. А тут ситуация кардинально меняется. Мы бежим к Берлину, ну, собственно, прибежали уже. И американцы решили подсуетиться тоже. Вообще, это сложный вопрос, на самом деле. Дело в том, что говорить о единстве англо-американских союзников – это очень сложный вопрос. Английские, британские и американские интересы были несколько разны. Они тоже соперничали между собой. И тут были и личные пристрастия президента Рузвельта до его смерти. Он считал, что Советский Союз останется единственной могущественной субердержавой вместе с Соединёнными Штатами. И считал, что нужно договариваться, нежели конфронтация. А британина теряла свои позиции. И хваталось, в общем-то, за любую соломинку, чтобы упрочить своё политическое влияние в мире, которое было потеряно уже с началом Второй мировой войны. Постепенно терялось. Поэтому англичане всегда были настроены, как сказать, больше к переговорам сепаратным с германским руководством, нежели американцы, в которых в Соединённых Штатах ведь очень сильна была еврейская община. И после того, что натворили нацисты, представители еврейского населения США, они просто бы не дали очень влиятельное руководству Соединённых Штатов пойти на такие сепаратные переговоры с нацистами. Это тоже нельзя снимать со счёта. А 17 мгновений весны, миссия Далласа? Нет, это было. И такие переговоры, если бы у нас была такая возможность вести такие переговоры, я думаю, и мы бы их вели. Потому что знать о противнике, знать о его политических намерениях очень важно. Но Гитлер, конечно, его позиция постоянно менялась, но в основном в разговорах с предближёнными, с Йодлем, с Гиммлером, с Геббельсом, в общем, он в основном уповал на англичан. И уповал больше на английскую позицию, нежели на американскую, надо сказать. Потому что англичане шли на контакт гораздо охотнее и были согласны на какие-то сепаратные. Американцы же нет. По внутриполитическим причинам, в общем-то, по личной позиции президента Розелия. То есть между Эйзенхауэром и Монгомери был реальный раздраник, можно сказать. Нельзя было сказать бы так, что это уж прям был такой какой-то конфликт, но интересы этих государств не совсем совпадали. И это проявлялось в характере контактов. То есть американцам контакты были нужны более для того, чтобы знать немецкие планы, а британцы реально были согласны, склонялись к сепаратному миру. То есть, как у англичан принято говорить, у Британии нет союзников и врагов. У Британии есть интересы. Ну, конечно. Но это было обусловлено особенностями. Британия все-таки была колониальная империя, где, собственно, английское население, то есть белое англосаксонское население не составляло большинству. Соединенные Штаты, несмотря на, вроде бы, конгломерат разных народов, после гражданской войны в XIX веках сплотились в единую нацию. До этого они назывались Соединенные Штаты Америки. То есть каждый штат рассматривался, а после этого они были единой страной. И Америка только упрощила свое положение. И как бы не было похоже эти страны, они соперничали в борьбе за мировое господство. И мы этими, как его зовут, трениями между союзниками, они, конечно, не были такого характера, как нам бы хотелось представить часто, но они были. То есть интересы США и Великобритании были несколько разных. Интересный тоже момент – это Франция, де Голь. Кому он был нужен в большей степени? Нам или союзникам? Потому что, в общем-то, не считая Франц-Либер, никакого серьезного участия в войне они до 1944 года не принимали. А тут вроде как нарисовалась еще четвертая сила. С точки зрения политической диспозиции, кому это было выгодно? Мне кажется, что эта ситуация все время менялась. То есть на определенном этапе, как сказать, союзники его не замечали. Да и вообще во Франции сотрудничество с англичанами считалось не меньшим предательством, нежели с немцами. То есть это считалось и те, и те прокаженные. Когда сам де Голь объявил свой манифест и создал свободную Францию, его поддержала полубригада иностранного легиона, состоящая из тех, кто сражался в Испании. Там французов было не очень много. И, по-моему, одна подводная лодка, которая стояла в Англии на ремонте. Не особо-то его и поддержали на самом деле. Нет, но Франц Лебрущаев в Африке повоевала. Это позже было. Позже. Но мы-то вообще в 45-м году уже. Да, но тут надо еще сказать, что еще одна политическая сила, это был важный аргумент на переговорах. И в связи с этим, например, сейчас Советскому Союзу пеняют на то, что он не стал вводить такую еще пятую силу, как Польша. Хотя, на самом деле, в битве за Берлин поляки принимали активное участие именно как в берлинской операции, но и в некоторой степени боях за сам город. И можно даже сказать, что битва за Берлин – это операция, в которой участвовало наибольшее количество польских войск, за исключением сентября 1939 года. Участвовало почти 100 тысяч поляков в двух польских армиях. Они были на флангах двух фронтов, первого украинского, первого белорусского. Тем не менее, они приняли активное участие. А в самые последние дни штурма города и пантанеры, и артиллеристы, и даже части 1-й польской пехотной дивизии сражались непосредственно в городе. Это было в западной его части, в районе парка Тергартен и зоопарк. И проявили себя молодцами. Ну, как сказать, они были просто одними из участников. Нельзя сказать, что они были лидерами и добились каких-то громких успехов. Тем более, реально польские части участвовали два дня. Поэтому их действия на общем фоне, они были вряд ли так уж заметны. По крайней мере, они не сделали такого блистательного броска к Берлину, точнее, не только к Берлину, но и к Рейхстагу, как части 3-й ударной армии Кузнецова, которые действительно очень быстро, энергично дошли до Рейхстага. У всех были более-менее равные стартовые позиции, но вот именно Кузнецов, который с самого начала был вроде бы аутсайдером, он стал лидером. Применительно к штурму города. Как мы знаем, потери были в результате достаточно значительными. Не было идеи просто окружить Берлин и посадить их на голодный паёк, чтобы рассосалось само собой, что называется. Или времени не было? Тут обжигались уже на таких посадках в окружениях. В окружениях был город Познань, который брали очень тяжелой, можно сразу сказать, примерно потери за штурм города Берлина. Это примерно 50-60 тысяч человек. Войска отчитывались шагом 10 дней, поэтому нельзя назвать точно до человека. Но оценочно это 50-60 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести во всех штурмовавших армиях. А в Познане потери были 24 тысячи человек. В Бреслау тоже город-крепость, который держался очень долго. Он просто сдался с капитуляции. Сдался 6 мая с капитуляции. Поэтому на этих фестунгах, крепостях немецких, обжигались. Это были два наиболее крупных примера, но были более мелкие. Поэтому дать немцам отойти в город, сесть в нем, и потом их из этого города, опять же, Бреслау, хотя при минимальном снабжении по воздуху, большие запасы в самом городе, в колоссальных подвалах старинных зданий, они могли действительно держаться и дольше 6 мая капитуляции. Поэтому, имея отрицательный опыт, предпочли силовой вариант отрезать регулярные части от Берлина и штурмовать город максимально быстро и энергично. И если уж говорить о том, как штурмовали город, его взяли, фактически, если брать с момента, когда впервые пересекли границу городской черты 21 апреля, ко 2 мая, быстро, можно сказать, за 10 дней. А если брать участие основной массы войск, примерно с 25 апреля, то взяли и меньше, чем за неделю. И достаточно сказать о соотношении сил. Берлинские гарнизоны – это примерно 100 тысяч человек, из них только регулярных войск примерно 15-20 тысяч. А штурмующие войска – порядка 450 тысяч человек. Естественно, имея численное превосходство, имея огромное огневое превосходство, город взяли быстро. Профессионалы, вот в опыте боевых действий 8-й гвардейской армии, прямо говорилось, у противника не было достаточно сил, чтобы занимать каждое здание, как это было в Познании. Поэтому контролировались только ключевые здания кварталов, и только на это хватало сил. Эти здания либо брали штурмом, либо просто сносились огнем артиллерии. Позже сносились огнем артиллерии. А вот интересно, такой момент, в воздушной битве за Берлин в это время американцы принимали участие, бомбили или это уже ваше личное дело? Они бомбили до Берлинской операции в феврале, то есть было два крупных налета в феврале 1945 года, которые привели в руины множество зданий, в частности дворец Кайзера. В старой части города. И город, в принципе, лежал в руинах, но в ходе самого штурма, естественно, американцы не участвовали, не вмешивались, просто в силу того, что было легко промахнуться. Технологически очень сложно. В плане. Ну, в плане, например. Дело в том, что, вот знаете, почему, например, наши американские части не использовали камуфляж в конце войны? То есть танки американские покрашены волей в дреб, оливковый зелёный цвет и наши в зелёный цвет, чтобы не путать их с немцами. Когда начались уже последние фазы войны, был приказ, все наши танки, которые в Берлине, можно легко по фотографиям опознать, они имеют по периметру белую полосу, белый крест сверху. На американских там было две полосы, белый крест сверху. Пусть они будут такие некамуфлированные, зато их легко опознать, чтобы случайно американская авиация не разбомбила наши танки. И наоборот. Только частные удары штурмовиков, конкретно по заявкам, скажем, наземных войск, никаких бомбардировок уже во время штурма не ведётся. Ну, на самолётах союзников было то, что называется Invasion Stripes, то есть две белых и две чёрных полосы, снизу крыльев и поверх крыльев зачастую. Опять же, чтобы не путаться. Ну, как у немцев с самого начала войны, жёлтые консоли, жёлтый подкапотник, зенитчики понимают, что как бы типа свой. Да, и несмотря на такие, можно сказать, драконовские меры с окраской, с опознаванием, всё равно были ошибки в атаках собственных войск. И, что интересно, в, собственно, штурме города авиация, ну, и распроменяла такой необычный приём, как атаки без бомб. Когда уже шли бои в центре, в районе парка Тиргартен, по специальному приказу, советские штурмовики без бомб имитировали атаку, чтобы немцы попрятали свое убежище. Но не сбрасывали бомбы, потому что боялись поразить своих. А вот пока немцы прятались, пехота поднималась, атаковала назначенные цели, именно, опять же, заранее зная, что атака ложная. И взрывов бомб, которые могут их поразить, не будет. Поэтому бои за город, они велись с большой осторожностью. И, несмотря на это, всё равно были трения, как поражение соседнего фронта, так и, например, пятая ударная армия идёт к Рейхстагу с юго-востока, третья ударная армия с севера. И, соответственно, в расположение пятой ударной армии прилетают снаряды, никого не убило. Но, тем не менее, дотошные артиллеристы аккуратно собрали осколки и сказали, маркировка советская. И прилетели они с третьей ударной армии. И, так сказать, давайте наведём порядок и будем стрелять всё же по всем правилам и по возможности с прямой наводки в виде цели. Если говорить вот о таком легенде соперничества Жукова и Конева, то очень чётко нарезались разгран линии уже в самом городе. И чтобы одна армия не наступала в тыл другой армии, там, Первого Украинского фронта, не наступала в тыл Восьмой Гвардии. Он вообще очень сложный человек. Одни воспоминания его что стоят с 43-го года и до конца. Вы знаете, меня вот как раз вот Илья хотел спросить, а насколько это соперничество вообще сказывалось негативно или позитивно на ходе операции? Мне кажется, что здесь соревновательный аспект был очень важен. Шталин был отличный психолог, надо сказать, и умело использовал соперничество военачальников за первенство. А смысл? Как? Ну, соревновательность всегда даёт самые лучшие результаты. И мне казалось, что... Дело в том, что лично моё мнение, что уроки Бреслава, мне кажется, многим научили наше руководство. Потому что ведь на самом деле, если вернуться к этому, Бреславу, штурм, ну, как бы, позиций города обеспечивало две воздушных армии наших. Бомбили их непрерывно. И налётами, и применяли какие только... И объявляли немцам, что пробит коридор, когда население выходило, и мы их опять бомбили. А результатов не было. Вот. И мне кажется, что просто подошли к Берлину с другой концепцией. То есть максимально создать многократное преимущество над противником и в кратчайшие сроки, несмотря на потери, этот вопрос решить. И, конечно, Конев был важен с точки зрения увеличения общей численности наступательной группировки, а Б у Жукова был реальный конкурент. И тогда они должны были оба действовать быстро. Мне кажется, что с психологической точки зрения это очень важно. И Сталин, как верховный менеджер нашего государства, умело расставлял в этом деле акценты. Иначе бы он просто не руководил страной. По тем документам, которые я смотрел, инициатором так называемого соревнования была все же не Ставка и Сталин, а Конев. Есть очень четко прослеживаются его приказы и директивы. Фактически он, получив приказ Ставки, стал тайно готовить свою собственную операцию по броску на Берлин. И то, что ему удалось осуществить ее в какой-то мере, не в том виде, в котором он планировал, это, да, Жуков завяз. И Сталин начал искать другие варианты. То есть, кто мог бы еще выйти к Берлину раньше союзников, если не дай бог стартует цель бы. Он попытался и Рокоссовского направить, но Рокоссовский застрял на Одере. Там два русла реки, все затоплено в апреле. Там, в общем, никаких перспектив не было. А у Конева была возможность, он быстро проскочил, пробил немецкий фронт, потому что его удара не ждали, немцы воевали в Селезии. И у него был шанс, как говорится, танками ворваться в Берлин. Но он этот шанс в итоге не использовал, он застрял, наоборот, в Сосинском рубеже. А потом уже вот это вот соревнование, оно сошло на нет, когда по первому слову Жукова, Жуков говорит, вот, беспорядок, одна армия наступает, тыл другой. И буквально через чуть ли не 40 минут следует директива ставки, перенарезание разгранной линии в городе. И Конева прям оттирают от Рейхстага, прямо вот указывают, что вот штурмуй там западную часть города. А до Рейхстага тебе дни как-то не дойдешь. То есть, в принципе, может быть, в какой-то момент возникло это соревнование, но можно пока, по крайней мере, утверждать, что у Сталина была другая идея. Если вы хотите быстро выйти к Эльбе, неважно, как вы разбираетесь с Берлином, делайте, что хотите. К Эльбе как можно быстрее выйдете и установите линию соприкосновения союзников. Он здесь уже не вмешивался, и его беспокоил именно этот момент. Не столько, когда возьмут город, сколько, когда вы встретите американцев, обниметесь с ними и скажете, что мы берем Берлин, и все. Все позиции, о которых договорились, и тут я согласен, разграничения, они как бы выдерживались. Потому что же немцы некоторые части доходили до Эльбы, бросали технику и вплавь, отправлялись на американскую территорию. Американцы их собирали в лагеря и обратно отправляли в Советскую ЗУ. То есть, организованно это такое было. И, наверное, это правильная идея. В общем-то, то, что было как бы оговорено, эту территорию освоить, а уже потом внутри заниматься наведением порядка. Ну да, по принципу, что дадено, то взядено. Вы знаете, вот у меня вопрос всегда был из классических, тривиальных, которые практически никогда не получают ответа. Это как, почему Наполеон наступал на Москву, а не на Петербург. Потому что капитуляция была возможна, если бы он взял Питер. Как бы Александр подписал. В Москве-то, в общем, ловить было нечего. Александр написал ему такой ответ, что в случае я буду императором Камчедалов, и буду там есть одну картошку. Но я никогда... Просто русская элита бы никогда не допустила такой капитуляции. Потому что это меняло все устройства государства. Нет, в данном случае я говорю, что он забыл в Москве. Брать-то надо было Питер. Точно так же, почему Рейхстаг провозгласили жупелом, главным немецким. Самая главная гадость, это была Рейхсканцелярия, что называется осиное гнездо. Ну вот действительно, Рейхстаг не имел ни военного, ни политического значения. И вот чего там, казалось бы... С ним было связано зарождение нацистской государственности, в первую очередь. Нет, мне кажется, что ведь немцы именно демократическим способом избрали свое правительство. И такие национальные настроения в Германии были. Не случайно нацисты победили. Это не было каким-то таким, как бы спонтанным... А потом этот Рейхстаг ушел на задний план. А на первый план вышла большая розовая Рейхсканцелярия. В здании Рейхстага с 1894 по 1933 года заседал одноименный государственный орган Германии Рейхстаг. Здание было построено в стиле итальянского высокого возрождения. Первый камень в основании здания германского парламента заложил в 1884 году кайзер Вильгельм I. 27 февраля 1933 года произошел поджог здания Рейхстага. Нацисты обвинили в поджоге коммунистов и использовали его для того, чтобы получить чрезвычайные полномочия и расправиться с политическими противниками. После этого редкие заседания Рейхстага происходили не в пострадавшем от пожара здании, а в Кроль-Опере. А с 1942 заседания и вовсе прекратились. Здание было использовано нацистами для пропагандистских собраний. Во время битвы за Берлин советские войска штурмом взяли здание Рейхстага и 30 апреля 1945 года водрузили Знамя Победы. Если говорить о героях штурма, был Кузнецов, Василий Кузнецов, человек, который прошел всю войну с первого ее дня до последнего. Он сделал очень хитрый ход. Он огромные два района на северо-востоке города, Фридрихсхайн и Гумбольдхайн, поставил фактически заслон из двух своих корпусов. Одним корпусом на узком фронте он пошел к Рейхстагу. И он, в общем-то, и выиграл то, что пока завязли. Берзарин завяз в старой части города, там старые прочные здания, вот как был недавно в Берлине, там действительно очень много таких зданий, старые постройки каменных. Они прорежены, но тем не менее их много. Там завяз Берзарин пятый удар. Чуйков тоже подзавяз, потому что перед ним был Ландверканал. Его тяжело, с большим трудом форсировали. А вот Кузнецов, он шел на узком фронте через Моабит. У него в тылу остались группы сопротивлений, которые перекрывали ему снабжение. Но тем не менее он вышел к мосту Мольтки, и все, на прямой видимости уже Рейхстаг. И за счет этого достаточно быстро вышел к вот этой вот назначенной цели. А так вот это вот нарезание пирога, оно естественным образом получалось. И если бы гарнизон не сдался 2 мая, то получилось бы вот это вот разбиение на несколько очагов сопротивления, которое бы потом уничтожили. Василий Иванович Кузнецов. Советский военачальник, генерал-полковник, герой Советского Союза. Участник Первой мировой войны. В Красной армии с 1918 года. Во время Гражданской войны помощник командира и командир полка. Окончил курсы выстрел и военную академию имени Фрунзе. В период Великой Отечественной участвовал в боях на Западном, Юго-Западном, Северо-Западном, Сталинградском, Третьем Украинском, Первом Прибалтийском и Первом Белорусском фронтах. В должности командующего армиями. С марта 1945 года командующий Третьей ударной армии Первого Белорусского фронта. Под руководством Кузнецова его армия участвовала в берлинской операции. 30 апреля 1945 года воины именно Третьей ударной армии водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. Поднимать флаг должны были три человека. И третий человек носил самую простую и известную для России фамилию Иванов. И он существовал. Просто он был убит. Как бы смертельно ранен за несколько часов до выдружения флага. Группа разведчиков, которым предполагалось окончательно выдрузить знамя над Берлином, она состояла из трёх человек. Старший сержант Иванов, Кантария и Егоров. Старший сержант Иванов был смертельно ранен до подъема флага за несколько часов. То есть, мне кажется, что не случайно люди с этими фамилиями и с такой национальностью они были назначены для вытружения Знамя над Рейхстагом. Это знаковая вещь. То есть, Рейхстаг был выбран с точки зрения пиара, скажем так. Потому что, смотрите, ситуация парадоксальная. Вот война окончилась, Берлин взят, всё замечательно. Рейх-канцелярию снесли в ноль, в ноль, забетонировали, всё убрали. А Рейхстаг, который был главным фетишем, оставили. Казалось бы, его тоже должны были бы взорвать, сравнять с землёй и как Бастилию. И всё. Если бы Кремль вряд ли бы мы сделали. Даже если бы его, скажем, взяли, мы вряд ли бы его взорвали и снесли в напоминание. Потому что это памятник исторической культуры. Для немцев это больше, чем нацизм. А Рейхстаг-канцелярия – это только нацизм. Но, тем не менее, Рейхстаг-канцелярию зачистили полностью. Да, Рейхстаг-канцелярия – там действительно пустое место. Сейчас там памятник жертвам Холокосту. Но так это и других зданий касалось. В частности, вот дворец Кайзера, сильно пострадавший от бомбардировок, из него аккуратно вырезали портик, с которого выступал Карл Липкнехт в 1918 году. И вокруг него построили вполне современное здание. Так называемые башни ПВО, которые было три в городе, их снесли, причём, что характерно, снесли и англичане в зоопарке, и советские войска в Восточном Берлине, тоже эти башни были частично подорваны, частично засыпаны, в общем, их посносили. И очень много зданий. Ну, это было больше, чем три, насколько я знаю. Именно башни ПВО. Кью и Эль там были разные. Их было три штуки именно башен ПВО, и много ещё люфтбункеров, которые предназначались для укрытия. Тут нужно зрителям просто пояснить, что такое башня ПВО. Да, это колоссальное сооружение высотой 40 метров с очень толстыми стенами, которое предназначилось для того, чтобы в нём пряталось население. И сверху на этой башне стояли зенитки, крупнокалиберные, 128 миллиметров, и ещё на балконах зенитные автоматы. Это была такая современная крепость. И если вот я смотрел отчёт артиллерии Первого Белорусского фронта, они вывели на эту башню на прямой наводке гаубицы Б-4, 203 миллиметра, которые обычно все здания щёлкали как орешки, по этой башне выпустили 100 снарядов. То есть это немало. И попали, прямой наводкой всё выпустили. Но только обрушили один угол частично, атака она существовала до самого конца штурма, и в ней командный пункт Вейдлинга так и просуществовал до момента его капитуляции. По поводу танковых боёв в городе. Танков мы потеряли где-то порядка 100 штук, если мне понятно. Значит, ситуация здесь такая. Всего за всю операцию все фронты потеряли 1900 танков, но непосредственно в Берлине их было потеряно около 400. Около 400. Да. И если говорить о фолстпатронах, о главном враге танков в городе, то ситуация примерно такая, что больше всего от фолстпатронов в доле потеряла вторая танковая армия. Из 100 машин 70 было подбито фолстпатронами. Она действовала в основном как бы своими силами без стрелковых соединений, поэтому получилось такое соотношение. В остальных армиях примерно половина от фолстпатронов и потери каждой из танковых армий, которая участвовала, их было три непосредственно в самом городе. Они примерно по сотне танков. Соответственно, остальные потери это уже часть непосредственной поддержки пехоты. Например, на многих кадрах видны ИСы мимо Бранденбургских ворот, проезжающие с белыми полосами, и можно на них разглядеть белого медведя. Это была седьмая гвардейская тяжелая танковая бригада. Она шла вместе с гвардейскими Чуйкова. Как раз они выходили почти к рейсканцелярии. Но мимо рейсканцелярии, мимо Бранденбургских ворот, они проехали уже после капитуляции гарнизона. То есть немецких танков. Там же было немцев не очень много немецкой техники. Танковые были тигры, обычные тигры. Это танковые дивизии Мюнхеберг. На них были опознавательные знаки. Значит, они были в том числе и у Рестага. Во всяком случае, есть фотографии брошенного тигра. У Рестага. И 503-й батальон тяжелых танков СС, Королевские тигры. Тоже мог такой танк быть замаскирован в одной и простреливать улицу и не возьмешь его ничем, потому что у него громадный ствол 88 мм, калибр, 71 калибр, по-моему, длина ствола. Он мог просто держать оборону, пока его выкуришь. Это очень тяжело. К тому же завалы. Но наши танкисты научились завалы преодолевать довольно хитрым способом. За ИСом цеплялся якорь речной, который висел на цепи под прикрытием самоходки, который обстреливал все прилежащие дома беглым огнем. Танк быстро подъезжал к завалу. Якорь цеплялся за завал, и он уезжал и возил с собой баррикаду. Потом продвигались дальше. Об этом, как я читал в отчетах. Мы достаточно диалектически подходили к решению таких задач. И потихоньку продвигались. Да. Еще одна была у немцев придумка. Это установленные на земле башни пантер. Башен тигров я не видел, а вот пантерские башни. Да. Это действительно их такая находка в кавычках. Были не только пантеры, но было и пантер-4. На самом деле это даже не башни. Это корпуса танков с башнями, но без двигателя. И в разных частях города были расставлены если не ошибаюсь 10 пантер и 12 панцер-4. Соответственно есть они битые. И что интересно есть пантера на Бисмарк-штрассе это в западной части города. Там отчетливо видны пробоины борту башни. Она стреляла вдоль одной улицы ее обошли и расстреляли с фланга. Есть которые можно сказать взяли грубой силой. Когда в восточной части города где шла армия Берзарина есть опять же фотография вот этого танка из роты Берлин пантера и у него в маске пробоины явно от снаряда ИСа. Просто в лоб выстрелили ИСа и на этом карьера этой машины закончилась. А некоторые машины просто обошли. Например в шоссе было главная рейш трассы номер один который приходит с востока в Берлин. Вдоль нее никто не наступал и вот несколько танков Панцер-4 вот так вот поставленных вдоль этой трассы даже по-моему одна пантера они были просто брошены и потом стали трофеями победителем. Аспект который мы сегодня еще не обсуждали матушка пехота Ну как действительно врагом пехоты были те же самые фустпатроны потому что немцы использовали их можно сказать для залповой стрельбы когда складывали в амбразуры сколько-то фустпатронов и фолькштурмисты стреляли по улице можно сказать залпами и поскольку в каждом фустпатроне было по килограмму взрывчатки причем взрывчатки повышенной мощности эффект был очень серьезный и даже писалось что наносили тяжелые контузии в отличие от обычных снарядов фустпатрон от немецких слов кулак или рука и патрон легкое ручное динамореактивное без отдачи при выстреле оружие гранатомет одноразового действия для поражения танков и других бронированных целей впервые фустпатроны были применены немцами в конце второй мировой войны фустпатрон состоял из кумулятивной гранаты с хвостовым оперением и открытого с обоих концов ствола с пороховым зарядом и механизмом для производства выстрела и прицельной планкой фустпатрон обслуживался одним человеком масса патрона составляла от 3 до 5 килограммов эффективная дальность прицельной стрельбы до 30 метров при угле встречи патрона с поверхностью 90 градусов фустпатрон пробивал броню до 200 миллиметров неожиданно неуязвимой и эффективной оказалась артиллерия когда в отчете одной из бригад пушечных у них были тяжелые 152-миллиметровые гаубицы пушки они говорят в связи с тем что по танкам постоянно стреляют фустпатронами они применялись с трудом и несли большие потери а вот мы ставили напрямую наводку на дистанции до которых не добивают фустпатрон там 150-200 метров и несколькими выстрелами сносили здания и это не пустые слова бригада пушечная потеряла всего два орудия в ходе всей берлинской операции из них только одно было подбито фустпатроном при этом потери расчетов также были минимальными хотя артиллеристы так с обидой писали что как в Познане так и в Берлине вот матушка пехота про нас забывала и мы вынуждены были из расчетов формировать отряды которые прикрывали сами орудия и вообще вот такое смешение приводило к тому что например с фаустниками боролись офицеры которые хорошо стреляют которые в общем-то в артиллерийских частях НРС теряли свои возможности по управлению все было размазано по орудиям прямой наводки и хорошо стрелявшие офицеры брали снайперскую винтовку и снимали фаустников и если не ошибаюсь во второй гвардейской танковой армии один такой офицер минометчик настрелял то ли 8 то ли 10 фаустников за время боев в Берлине то есть фаустники были многочисленны и представляли собой реальную и серьезную угрозу она действительно реальную и серьезную угрозу и тут нужно сказать что у немцев не хватало стрелкового оружия иной раз на снимках фолькштурмистов видя что у людей нет ни пистолетов ни винтовок зато есть фаустпатроны фаустпатрон был который выпускался в конце войны в Германии миллионными сериями он становился фактически универсальным оружием и иной раз и единственным оружием фолькштурмистов в Берлине было вообще изначально собрано 40 тысяч фолькштурмов но из них 10 тысяч бросили на Одерский фронт они там погибли под гусеницами танковых армий на Изъеловских высотах а в самом городе осталось 30 тысяч человек фолькштурмистов это были иной раз ветераны первой мировой войны то есть люди имевшие боевой опыт да имевшие боевой опыт рабочие инженеры достаточно квалифицированные люди которые сражались действительно до последнего до сноса зданий до того что когда объявили приказ о капитуляции только тогда началась массовая сдача а до этого в плен сдавались мало то есть остались в числа защитников Берлина в основном люди верящие во что-то и оборонявшись на последний правильная мысль конечно даже вот как бы основу же обороны города ну в центральной части будем так говорить составила 11-я панцергренадерская дивизия СС Нордланд а это же в общем-то международный интернационал кого там только не было и шведы и швейцарцы были и финны и немцы и представители германских народностей и негерманских в районе Рестага нами было захвачено то есть по архивным документам два испанца из боевой группы Эскера вот но они принадлежали к другому соединению СС которое тоже держало оборону в центре Берлина 15-й гренадерской латышской дивизии СС они пытались говорить что они латыши как в фильме парень из нашего города но после да просто с пристрастием они признали что они испанцы из голубой дивизии вот она была отправлена по приказу Франка обратно но некоторые добровольцы остались вот и такая боевая группа была испанская и несколько человек было захвачено что с ними потом произошло не знаю но это были настоящие испанцы вот значит и вот такая боевая группа Эскера вот была в 15-й латышской гренадерской дивизии СС она держала оборону 11-й панцергренадерской дивизии СС Нордланд вот и 18-я панцергренадерская дивизия вермахта вот три соединения которые дрались в центре города до кого там только не было ведь как мне приходилось читать возле рейхсканцелярии находили трупы персонажей внешность которых была тибетской кавказской ну вот была да это действительно значит индусов там повстречаю был такой Сабхаз Чандрабос руководитель некой индийской национальной армии или там значит три таких дивизий были сформированы японцами и участвовали в Бирме но поскольку он кстати в Индии я так понял он и не признан каким-то противником значит то есть тоже герой борец за национальную идентичность вот но в Германии он тоже направил некое подразделение что-то в районе батальона будем так говорить то легион он назывался то батальон там назывался у немцев же обтайл он это отряд дословно переводится с немецкого языка идентифицировать точно как батальон это тяжело ну соединение равное батальон так вот часть из них союзники взяли на Атлантическом вале некоторых индусов а некоторых поймали наши в Берлине там осталась церемониальная рота то есть такая даже японцы да даже японцы там были японские добровольцы эсэсовцы то есть кого там только не было и ведь там действовали посольства в Берлине в частности швейцарское посольство которое лежит на пути к Рейхстагу я вот недавно когда был в Берлине мне настойчиво задавали вопрос а как Красная Армия обошлась с швейцарским посольцем не нарушало ли его что там был живой защитник Рейхстага он говорил что вот мы видели что вели огонь и там осталось человек 5 персонала я специально посмотрел документы Третьей Ударной Армии посольство не заметили то есть может быть оно там было но вот в явном виде его использование в хорошую и плохую сторону не просматривается и просматривается здание МВД которое стало рядом с посольством его сейчас нет а само посольство как стояло в 45-м году так оно и осталось и по крайней мере можно сказать что его не сносили артиллерии здание МВД это дом Гиммлера наши его называли в документах нет? да если не ошибаюсь дом Гиммлера он проходил по нашим документам часто как дом Гиммлера чтобы вы знали как бы да так это было Министерство внутренних дел было еще здание гестапо принц Альберг соответственно оно и по сей день стоит да но тем менее и те же функции исполняли тем менее по нему Орнонг по нему стреляли 280-мм мортирами выпустили около 100 снарядов добились 6 прямых попаданий но видимо здание построили на совесть от этих 6 снарядов даже большого калибра оно все же не рухнуло я думаю что если бы так же стреляли по башне ПВО или по Рейхстагу то могли это здание потерять потому что здание вот при личном осмотре оно не производит впечатление Рейхстага а такое достаточно скромное маленькое и в общем-то вот эта вот мрачная серая громадина которая иногда у нас встречается в полухудожественной литературе это такое некое преувеличение Наши летчики откровенно писали что город затянут дымом пожарищ ничего не видно но тем не менее некие вот бои воздушные были немцы все время вели разведку воздушную а иногда вот и штурмовые удары было однажды когда они сорвали форсирование Шпрея в самом начале штурма когда войска 5-й ударной армии захватили мост плацдарм и налетели фокевульфы ранили саперов мост немцы успели подорвать один из пролетов и фактически вот на этом месте именно немецкие самолеты сорвали развитие наступления хотя до этого таким же прыжком через реку армия Берзарина обрушила оборону целого сектора как раз того сектора где была дивизия Нордланд но вот следующий вот такой же прыжок не удался уличные бои вот мы немножко поговорили на эту тему насколько интенсивно вообще была задействована пехота с обеих сторон я имею ввиду ну то что у нас было абсолютное преимущество это понятно а вот немцы вы говорили что не все дома даже защищались то есть только ключевые как вот на земле все это происходило ну естественно немцы обороняли вот эти отдельные дома обороняли баррикады при этом вот расстрел баррикады естественно приводил к гибели ее защитников а так они пытались как ни странно вести маневренную войну то есть борьба за Берлин она ну разносила и маневренный характер когда проходили квартал оставляя какие-то очаги сопротивления которые ликвидировались позднее точно так же немцы пытались делать какие-то обходы и контратаковать толовиков еще что-то делать а так уличные бои как ни странно они велись в том числе и с контратаками немцы пытались в каких-то местах контратаковать последних танковых контратаков это на аэродроме Темпельхов они попытались что-то сделать пойти с королевскими тиграми в контратаку а в целом большая часть Берлина из 20 районов административных 14 были на периферии города. Они были свежей постройки 20-30-х годов. Там была застройка малоэтажная и достаточно тонкостенная. Вот эти районы прошли, можно сказать, на ура. Затем углубились в центральные районы, где здания большие, толстыми стенами. Вот там уже было тяжело. Там выжигали огнеметами, ходили через стены. То есть вдоль улицы действительно могли, я говорил, тигр поставить. Соответственно, что делали? Проламывали стену, шли, двигались внутри зданий, прокладывая себе путь гранатами. Иной раз также и артиллерию использовали из подъезда в здание. Ну, я могу добавить. Дело в том, что мы, пехота у нас была низкоквалифицированная, но в целом, будем так говорить, и училась на своем опыте. Но для того, чтобы усилить недостатки нашей пехоты, еще в середине войны были созданы штурмовые инженерно-саперные бригады, резервы главного командования. Какие-то инженерные части, там квалификация офицеров была на порядок выше. Такая бригада резерва РГК, она состояла из четырех батальонов. Первые два батальона были штурмовые. Вот они как раз ходили. Любимые нашими всеми киношниками камуфляж типа Амеба, носили панцири. Ну, конечно, нет, но это такая знаковая. На самом деле их редко носили. Это зависит от театра военных действий. По воспоминаниям, например, когда в поле с таким панцирем ползаешь, то он неэффективен. То есть он тяжелый, он тянет тебя как бы к земле. Ну, пуль-то останавливал. Ну, да. Ну, был такой момент, когда такая панцирная пехота в 43-м году атаковала немцев эсэсовскую часть в окопах. И когда немецкий офицер семь пуль подряд выпустил в нашего разведчика, у него панцирь был одет под маск-халатом. Что делалось? От ватника отрывались рукава, одевался ватник, чтобы не было синяков, потом панцирь, потом... И он упал в оборот, потому что тот продолжал действовать, тот не вострелял, а этот, как персонаж американских фильмов, продолжал действовать. И потом он только одно твердил. Покажите мне, что у него там. Да, он ближний бой защищал, но по русской традиции носили у нас их не все. Если бы немцы их использовали, наверное, они носили бы их чаще. Значит, дело в том, что инженерно-саперные вот эти два батальона, они учились кидать ножи. Там не брали людей старше сорока лет. Как правило, там были молодые, хорошо подготовленные специалисты. Они действовали группами. Пять-шесть человек, в которых ходил огнеметчик, значит, гранатометчик с немецкими фаус-патронами. И установка была что-то типа такой переносной катюши с двумя ручками. Перед Берлином их изготовили энное количество штук, не знаю, сколько. А ее брали два бойца, и там было десять направляющих для десяти фаус-патронов, значит. Их вставляли просто немецкие, или одним с одного спускового устройства их спускали. То есть, они носили ее с собой. Несколько пулеметчиков, снайперы обязательно. И вот такими группами действовали. То есть, когда наша пехота, например, обычная, не могла решить проблему по взятию дома, то выдвигалась группа саперов вот таких вот. Например, с помощью канализационного люка можно было... Они могли организовать, значит, направленный взрыв, пробить дыру в доме. Вот после этого огнеметчик там все выжигал, значит. И потом туда с помощью забрасывали гранаты, и вбегала штурмовая группа. То есть, они усиливали, в случае чего ребята были эти квалифицированные. Вот. И так, надо сказать, что наводили ужас на немецких, как... Особенно, ну, не на немецкую пехоту. Сам рейстак, за него большого боя, по большому счету, не было. Его пытались взять два раза, 29 апреля и 30-го. 29 апреля в спину штурмующим открыли огонь пулемета из Крульопера, который напротив Рейхстага. Они не столько из самого Рейхстага, сколько им в спину. На следующий день от Крульопера взяли, и уже дальше все пошло, можно сказать, как по маслу. Ну, там немцы как-то так... В общем-то, все это абсолютно верно. Но в сам момент уже, когда из нами водрузили, и немцы сказали, что будут капитулировать, они все-таки хотели, опять же, прорваться оставшиеся. Потому что они предлагали сдаться. Мы пройдем там через ваши боевые позиции, что-то такое. Переговоры с ними вел Берест, вот, один из командиров рот, там, первого батальона не устроил, который побрился, значит, и чтобы быть попредставительней. И солдат с ним был, переводчик с немецкого языка. Но нашим сказали никаких переходов через наши позиции. Значит, мы только, говорит, прекратили огонь, пополнили боеприпасы, но не дали им возможность, значит, выйти через наши позиции. Еще один вопрос. Подземные коммуникации в ходе боев за Берлин. Метро, канализация, там что-то происходило, ну, помимо известного затопления, естественно. Да, ну, кстати, затопление... Известного кино. Да, в фильме «Озерово» оно показано, как вот такой яростный поток, можно сказать, тайфун. На самом деле вода по... Как бы я спрашиваю, разговаривал с немцами, которыми этим все занимались. Они говорят, что вода медленно-медленно поднималась, и, в принципе, как бы кто хотел уйти, кто имел возможности, кто не боялся, они ушли. Кто, в сущности, подорвал шлюзы, непонятно. То ли их повредили в ходе обстрела, то ли что-то сломалось, то ли был какой-то приказ. Но, тем не менее, да, метро затопили, а сами по себе подземные коммуникации активно использовались, причем и немцами, для попытки вот обходов, либо, наоборот, отхода в безнадежной ситуации. И нашими, например, есть такая небольшая станция «Биржа» в старой части города Берлина. Ее очень хорошо обороняли, там достаточно сильный гарнизон был, и прочные здания были в этой станции. Так его, этот гарнизон обошли, вышли ему в тыл, и фактически, можно сказать, посреди станции, как привидения, выскочили из подземных коммуникаций, подразделения 5-ударной армии. Когда нашли действительно, что есть подземный ход, который ведет прямо на станцию, через этот подземный ход, ворвались туда, и буквально за несколько часов все было кончено. Можно сказать, что Берлин – это битва за город. Во-первых, благополучно отрезали от него регулярные войска. Город защищать было некому. Лучшие дивизии были разбросаны или разгромлены, а поэтому город взяли быстро и достаточно профессионально, в первую очередь, с использованием технических средств. Это тяжелая артиллерия, саперные средства, поэтому быстрота сопровождалась незначительными по меркам той задачи, которая была поставлена потерями. Ну, с времен битвы за Москву, берлинская операция наряду с военной выполняла важнейшую политическую функцию. И быстрое взятие Берлина обеспечивало нам те стартовые позиции в мирных переговорах, которые были и нужны для того, чтобы стать супердержавой фактически до 90-х годов. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши путешествия вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова